Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология». Приветствуем вас в этот холодный, забитый пробками день. Надеюсь, вы там не замерзли и не окончательно застряли в Москве, которая сейчас уже несколько часов показывала 10 баллов по Яндексу. Но вы знаете, в качестве такого, ну не утешения, но мысли, которая может помочь, всегда есть те, кому хуже в этой ситуации. Я вот, например, всегда в холод думаю о бездомных людях, о бездомных собаках, которые сейчас вот на станциях метро, поскольку пришлось бросить машину и ехать на метро, я увидел, как жмутся многие собаки сейчас везде у входа в метро. И вы знаете, тоже можно подумать о гастарбайтерах, о тех, кто сейчас на стройках, о тех, кто ютится в этих бытовках по 20 человек на нарах, там варит свой доширак и так далее. То есть такое, знаете, я хочу рождественским благотворительным призывом здесь начать, а подумать о тех, кому сейчас плохо. И вы знаете, вчера, 18 декабря, я лично этого не знал раньше, отмечался Всемирный день мигранта. И вот это та тема, о которой сегодня хотелось поговорить, потому что у нас, собственно, не день мигранта, а практически год мигранта. В этом году такой, мне кажется, очень сильный приток иностранной рабочей силы в России приключился. Мне кажется, это одна из главных тем года этого года. Вот недавно все обсуждали письмо Алексея Захарова президенту Путину. Летом очень много и горячо об этом писала Юлия Латынина. Вытеснение граждан рабами. В общем, тема одна из самых горячих тем 2012 года. И мы позвали пригласить эту тему сегодня наших гостей. Это Алексей Бессуднов, доцент факультета социологии Высшей школы экономики. Добрый вечер, Алексей. И Валентин Гефтор, директор Института прав человека. Добрый вечер. Ну, вы знаете, я думаю, что я буду не прав, если я не посвящу несколько минут в начале нашего эфира тому фантастическому совершенно по своей абсурдности, а если уж называть еще своими именами по своей подлости, закону, который сегодня приняла Государственная Дума. Закон Яковлева. Наш, так скажем, асимметричный ответ на закон Магнитского. И, вы знаете, этот закон в большой степени, в общем-то, относится к тому, о чем мы сегодня собираемся говорить. Потому что речь идет о том, что Россия пытается, брыкаясь, сопротивляться глобализации. Идет ли речь о мигрантах, идет ли речь о законе Магнитского или усыновлении российских детей иностранцами. И вот я хочу спросить наших гостей, как вы считаете, ратифицирует ли этот закон Совет Федерации, подпишет ли его президент? Ваше мнение. Вы знаете, это сегодня, правда, тема даже, по-моему, более важная, чем тема, собственно, содержания закона. Почему-то этот, так сказать, вот возник этот вопрос. Мне кажется, что я не видел, в каком виде сегодня было принято второе чтение этого закона. Во втором чтении. Если туда вошло все наихудшее, что постарались запихнуть, простите, депутаты за вот эти, небольшой перерыв между первым и вторым, то я боюсь, что в таком виде Совет, то есть не боюсь, а надеюсь как раз, вот, что он не пропустит. Если же там уже найдены какие-то компромиссные формулировки, ближе к первому чтению, хотя, конечно, мы понимаем, что туда включено то, что касается именно проблемы детей приемных в Америку, вот, то тогда, я думаю, что, возможно, и проскочит, и тогда я не завидую президенту, которому придется подписать такую... Это в чистом же виде нарушение конституционного права группы лиц, группы людей на свободу передвижения, по факту. Ну, там много чего нарушено, если это пройдет. Я думаю, что все-таки они абсолютный запрет на усыновление в Америку не положат. Вот, чересчур это противоречит тем достижениям исполнительной власти, которая нагордилась на протяжении последнего года именно по этому вопросу. Поэтому я думаю, что будет искаться компромиссная формула. Прижать, но не детей, а американцев. Ну, да. А американцам, как говорится, у них своя конституция, мол, пусть разбираются со своим законодательством. Здесь точности получилось по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Да, Алексей. Ну, хочется верить, что этого закона все-таки не будет, но хочется надеяться. Но уже столько раз мы надеялись, столько раз разочаровывались. Весь последний год мы говорили, да. Я уже не знаю, чего и ожидать, честно говоря. Я бы не рискнул здесь. Ну, да. Чудовищный, абсолютно подлый, невозможный законопроект. Но что будет дальше, сказать сложно. То есть, думаю, все саморазоблачается, разоблачается. Кажется, нет уже тех пределов человеческого падения, которые, так сказать, в глядя на эту деятельность взбесившегося принтера. Но нет. Оказывается, есть. Это, как вы знаете, пессимист и оптимист, который, так сказать, может быть хуже. Понимаете, я про себя добавлю. Мне кажется, что здесь незамысловатая, так сказать, операция с пальцев всех, пяти пальцев все наружу. Но это обычный прием околовластных людей. Подать материальчик похуже, потом худшее убрать. И тогда, собственно, сама идея закона антимагнитского, в ней тоже далеко не все безупречно. Ни с правовой, ни с человеческой точки зрения. Тогда она проскочит. То есть, понимаете, козла надо потом вывести из помещения. Вот я боюсь, что эти приемы до сих пор работают. Просто уже публика на них не ведется. Уже все все это понимают. Но все равно с такой настойчивостью одна ветв власти, так сказать, вот вводит нам все время этих, пардон, козлов. Ну да, или, может быть, здесь мы играем доброго следователя и злого следователя, что, так сказать, выйдет Путин весь в белой одежде и скажет, ну нельзя же так. Так, ну все-таки, так сказать, давайте поимеем резоны, и весь мир будет рукоплескать его гуманитарному вмешательству. Не без этого. Ну, в общем, очень, конечно, сложная ситуация. Сложная, прежде всего, для России, для психологического какого-то состояния нации. Потому что, собственно, это очень хорошо вписывается в ту линию, которая велась в последний год. То есть кирпичный камень на камень, кирпичный кирпич, по-моему, выстраивается. Вот это вот железный занавес, эта стена, которая хотя бы пока психологическая, которую нас хотят отгородить от внешнего мира. Но не ценой же детей все-таки, понимаете? Но есть какой-то предел цинизма. Не знаю, есть ли он, глядя на нынешний депутатский корпус. Ну, собственно, да, понимаете, как уже изначально и морализм был заложен в само восшествие этой Государственной Думы. Мне кажется, что вот это вот сейчас и бьет по нам, по всем. В общем, знаете, что самое удивительное? Что все фракции, там, системная оппозиция, как такая-сякая, все чуть не едины. Там даже, там даже, извиняюсь, усопший депутат проголосовал. Так у нас, как есть поручик Кижа, сейчас есть депутат Кижа. Депутат Осипов, который вчера скончался, он тоже проголосовал. Вот, очень интересно, вывесил по фракции, так сказать, там голосовало 59 человек из «Единой России». Вот в интернете недавно Илья Пономарев вывесил фотографию, кто голосовали. Вот, и там одновременно с тем, что было это голосование, предложил спикер Нарышкин почтить минуты молчания память усопшего депутата Осипова, который умер вчера, но сегодня он проголосовал. Вот, так что, собственно, Гоголь, мертвые души, Тынянов, поручик Кижа, как вы хотите, ищите параллели в русской истории. Ну, что ж, давайте тогда поговорим уже ближе к нашей теме, потому что мне кажется, что тема все-таки вот эта вот Россия как-то пытается отгородиться от вот этого большого и страшного для патриархального сознания внешнего мира. Будь то вот этот закон Магнитского, будь то усыновление российских детей американскими гражданами, или будь то большое пришествие мигрантов на улицы российских городов. Да, вот как пишет тот же Захаров в своем вот в этом обращении, типа, это не русские города. Я ездил в Астрахань, Астрахань была русским городом, Астрахань перестала быть русским городом, Москва перестала быть русским городом. Я хочу здесь спросить Алексея Бессудного, а на какой в действительности, так скажем, масштаб бедствия вот этого вот пришествия мигрантов? Ну, вы знаете, я сначала хотел бы сказать, что мне кажется, что это сугубо российская проблема, потому что, если мы посмотрим на западные европейские страны, на Великобританию, Францию, Германию, в меньшей степени, но все равно так же и на США, там вот много мигрантов, и людям многим это не нравится. И эта проблема есть там, и эта проблема есть у нас, и в каком-то смысле это понятная проблема. Что касается масштаба миграции, то когда люди говорят об этом, часто цифры приводятся исключительно преувеличенные. Вот Захаров из Суперджоп, который написал это открытое письмо, он писал там о 10-15 миллионах. Он пишет, что 15 миллионов уже и 25 миллионов по вот новым законам Путина. Ну, их только просто нет в Средней Азии и на Кавказе. Если посчитать население, получится, что чуть ли не каждый второй должен к нам приехать, чтобы получились эти цифры. На самом деле, по всей видимости, нелегальных мигрантов, которые занимаются трудовой деятельностью, включая легальную и нелегальную, около 5 миллионов в стране. Это довольно существенная цифра, потому что у нас сейчас экономически активное население 75 миллионов человек. То есть, если мы посчитаем процент от экономически активного населения, получим 6-7 процентов. Это много, но не так много, как обычно говорят люди, которым склонны преувеличивать масштаб проблем. А какой уровень безработицы у нас? У нас же тут же примерно где-то 5,5 процентов безработицы. Это правда, 5,5 процентов и есть, но тоже зависит, где. Потому что, если говорить о Москве, куда очень большая часть мигрантов направляется, то у нас безработица в Москве меньше 1 процента. 0,6 было в сентябре. То есть, они не занимают те места, которые... Это разные потоки. Разные потоки. Во многом, конечно, есть пересечения, но во многом разные. Безработица это в таких упадочных регионах, упадочных городах, где большие городообразующие предприятия, да, моногорода? Я думаю, что это безработица еще во многом... Я, конечно, не специалист по трудовым отношениям, но я думаю, что безработица это во многом еще эффект нежелания работать людей на определенных позициях или неумения работать у нашего, в первую очередь, населения. А эти приезжие имеют и желание, и умение работать на большей части того, что не востребовано нашей рабочей силой. Поэтому в этом смысле они, я и говорю, что не пересекаются, понимаете? Даже если брать не статистическую безработицу и миграцию, а реальную. Ну да, вот это, мне кажется, то, о чем Латыни написала, что есть 10 миллионов русских, которые не хотят работать. То есть, фактически, они на иждивении государства. Ну, в определенном секторе экономики, да. Это может быть и так, потому что мы считаем безработицу от экономически активного населения. То есть, мы спрашиваем в вопросах людей, есть ли у вас работа, а если у вас нет работы, ищете ли вы работу? И безработные, это только те, у кого нет работы, они ее ищут. Есть еще люди, которые ее не ищут, которые не считаются безработными, а являются экономически неактивным населением. Но все равно, даже учитывая эти ресурсы, конечно, если бы были у нас российские граждане, которые хотели бы заниматься тем трудом, которым сейчас занимаются приезжие, приезжих бы у нас не было. Ну, или было гораздо меньше. Или было гораздо меньше. Ну, а они готовы, вот я не знаю, там, ну, вот эти строительные специальности, дворники, эти бесконечные люди, кладущие и перекладывающие по 25 раз в год плитку, стригущие траву вдоль московских дорог. Вот русские готовы занять эти места? Ведь они же, наверное, и не поедут на них? Ну, в целом, нет. Ответ нет. Нет, наверное, я не был бы так категоричен. Наверное, есть какие-то люди, может быть, не в Москве, которые были бы готовы, если бы были ресурсы и возможности переехать в Москву и работать на этих местах. Наверное, всегда есть какой-то процент. Но в целом ответ нет. Нет, не готовы. У нас нет просто такого количества людей, которые могли бы этим заниматься. По разным причинам, я думаю. Правильно, Алексей? Да, Валерий Курас. Потому что, с одной стороны, конечно, это их не сильно привлекает. Особо их не видно льгот. Особо не видно, так сказать, зарплат и условий, при которых живешь в этой ситуации, которые бы сильно привлекали бы наши, даже из депрессивных районов, активное население. Это, во-первых. Потому что они лучше приспосабливаются там на месте, имея уже свой какой-нибудь дом, барак или так далее, чем ехать в эту полурабскую зависимость, в большой город, который... С другой стороны, я думаю, что, конечно, население тех окраин бывшей империи, скажем так, Союза, которая в основном устремляется, мы о них сейчас в первую очередь говорим, оно гораздо более стимулировано. У них очень плохо. Гораздо, может быть, хуже, нам трудно просто сравнивать, с тем, на что они живут и в каких условиях они вынуждены... Ну да, и на что они готовы. Да, и на что они психологически и, так сказать, традиционно готовы. И вот этот, так сказать, дифференциал, вот эта вот разница, градиент, он, конечно, сказывается, понимаете, и психологически, и социально. И в этом смысле, когда сторонники говорят, да нет, не пускайте, мы на вас сейчас завтра вам приведем сюда, это все-таки в лучшем случае фигура речи, а то и обман или самообман. Ну да, потому что, мне кажется, как бы мы ни говорили о вот этих социально-депрессивных регионах, у людей там все-таки есть крыша над головой, действительно, там бараки или хрущобы какие-то, или еще что-то. Есть фактически бесплатная ЖКХ, потому что они по большинству своим не платят. Вот, есть какие-то пособия, пенсии, там их родители получают. То есть худо-бедно там несколько тысяч в месяц набегает, на которые человек может прокупиться, известный социальный наш наркотик, всеобщая водка. Но потом у нас же есть внутрироссийская миграция, у нас есть социально неблагополучные регионы с очень высокой безработицей, откуда идет миграция в другие регионы. Это прежде всего Дагестан, Ингушетия, в какой-то степени Чечня, юг республики Кавказа, но это опять-таки не русское, не славянское население, и, соответственно, люди, опять-таки, недовольны. И обыватель их часто причисляет к гастарбайтерам, не разбираясь. Они наши сограждане. И все эти мигранты, но одни внутрироссийские, другие из-за рубежа. А вот в те цифры, которые вы называли, вы не включаете? Вы включаете мигранты именно внешне? Нет, нет, не включаю, конечно. Но, опять-таки, давайте прикинем возможный масштаб цифр. У нас население Дагестана это 2, около 2,5 миллиона человек, Чечня — миллион с лишним, Ингушетия — 400 тысяч, то есть это не очень большие цифры. Если говорить о Северном Кавказе, если говорить о других регионах, сложно, наверное, сказать по внутренней миграции. Ну да, люди все равно обращают внимание. Главное, мне кажется, здесь психологический эффект, потому что они очень заметны. Они же работают на улицах, да, в основном метут улицы, кладут пледку на улицах, стригут, красят траву на улицах. И все считают, боже мой, наехали, а они просто в таких уличных работах заняты. Это тоже верно, конечно. Отчасти так, отчасти, конечно, и на промышленных предприятиях есть, и сельского хозяйства. Ну, больше в строительстве, чем в сезоне. Ну да, а стройка — это тоже уличная. В нападенной работе. Да, они постоянно идут куда-то. Вот их там, плюс вот эти вот рабы, с рынка их везут, постоянно забирают. Ну что ж, напомню нашим слушателям, что у нас в гостях доцент факультета социологии Высшей школы экономики Алексей Бессуднов, директор Института прав человека Валентин Гефтар. Обсуждаем мы проблему гастарбайтеров и то, в какой степени для России, для российской экономики, и вот после перерыва поговорим для российского общества, опасны мигранты. Добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о мигрантах, говорим о гастарбайтерах с нашими гостями Алексеем Бессудновым Высшей школы экономики и Валентином Гефтаром Институт прав человека. Телефон наш 651099,6, код Москвы 495. Нам интересно, что вы думаете, опасны ли для России мигранты? Вот те публикации, которые были в последнее время, везде проходят красной нитью. Это угроза национальной безопасности, это угроза национальной безопасности. То есть, с одной стороны, люмпинизация русского населения, с другой стороны, приезжие рабы, на которых, собственно, наживается бизнес, наживается власть. Так что скажите нам, что вы думаете, опасны ли для безопасности, опасны ли для безопасности, собственно, для выживания России, как ставит вопрос вот Захаров, Латынина, приток мигрантов. Мария. Задаю вам вопрос. Да. Вот принимающая, она мне сказала, что вы живете в Москве, что вы говорите, я-то я уже сама слушала, что не идут русские на работу дворниками, там, строителями, еще кого-то. А вот я точно знаю, почему не идут дворниками. Почему? Потому что их не принимают. И в прошлый раз на эту же тему есть такая радиостанция РСН, неплохая, не очень хорошая, но нормальная. Там приличные гости бывают. когда было у ведущей. Я вас очень задерживаю. Ну, мы, так сказать, мысль, 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 понятно, то, что даже если русский хочет устроиться дворником, то его не берут на работу. Вы знаете, очень интересно, Мария, спасибо, очень интересно, что вы сказали. Мне кажется, здесь действительно проблема, вот, кстати, об этом я тоже читал, потому что, смотрите, зарплата дворника, это вот я у Латойнина тут же вычитал, 500 долларов со двора. Понимаете, хорошему крепкому мужику там лопатой метлой помахать, это можно 4 двора, можно там 2000 долларов в месяц получить со двора, но проблема в том, что чиновник из них себе берет 450. А поскольку гастарбайтер бесправ, то, собственно, он работает за эти 200 долларов, а все остальное себе при кармане. А русский на такие условия не пойдет. В этом смысле, да, но Мария имеет в виду не то, что он не пойдет, а то, что его не возьмут. Да, его и не возьмут, потому что он будет качать права. Так не бывает, понимаете, да. Его не возьмут не только потому, что там какая-нибудь национально окрашенная мафия, как любят нам объяснять, а именно потому, что такой работник им не нужен. Потому что муниципал, ему чиновнику надо воровать. Да, да, и не панипулируешь. И не панипулируешь. Он не будет тебе делать того, что нужно безропотно. Вот. И правда, права еще начнет качать, не дай бог. Да. А потом еще и приведет кого-нибудь, когда ты взятку, когда он тебя отслюнявливает. И так далее, и так далее. Понимаете, это, конечно, обоюдный процесс. То есть здесь власть, она в доле в этой, во всей ситуации. Ну, даже не обязательно это только власть. Власть само собой, такая на мелком уровне. Да, да. Но еще, это же не власть, что такое начальники ЖЭКов, там, ДЭЗов, или там, и каких-то еще других мелких служб. Это, в общем, так сказать, ну, часть нашего общества, скажем так. Часть общества, да, часть, часть, часть власти тоже в каком-то смысле. 65. Да, Алексей. Ну, и потом, я бы с осторожностью отнесся к этим цифрам и опять-таки призываю вас подумать о том, что безработица в Москве такая низкая, что если, ну, просто некому действительно идти на эти работы среди местного населения. Мы не видим их статистики, может быть, они как-то просачиваются через наши, значит, статистические инструменты, мы совершенно их не замечаем, но, исходя из тех данных, которыми мы сейчас владеем, таких людей не очень много. Понятно. Иван, слушаем вас. Алло, здравствуйте, меня зовут Иван. Да, добрый вечер. Я вот хотел два тезиса про интеграцию сказать. Да. Потому что это общая для нас с Европой проблема. Вот. В Европе делается очень много, у нас, ну, делается примерно так, что вот, по телевизору, вот у вас, допустим, трупы подачного поселка у мигрантов ходят, давайте-ка любите их. Примерно вот так вот я это воспринимаю. Вот. Но не интегрируются мигранты ни там, ни там, потому что никто не... Вопрос, у них личная мотивация интегрироваться есть. Если вот в диаспорах, существуя, можно даже русский язык не учить. То есть, ну, невозможно. И вот, и второе, вот, мне кажется, какое огромное у России преимущество, у нас есть республики постсоветские, из которых тоже приличный миграционный поток, но интеграционных проблем либо нет, либо они незначительные. Я имею в виду там Украина, Белоруссия, Молдова, Армения. Вот. Что вы думаете, гости с этим? Спасибо, Иван. Ну да, вот что вы думаете по поводу интеграции, что, вот скажем, действительно, там, молдаване или белорусы, они гораздо проще интегрируются в пейзаж наших городов. Вы знаете, мне кажется, простите, Алексей, может вы что-то хотели? Мне кажется, здесь некоторые есть путаница. Ведь я уверен, что большая часть гастарбайтеров, трудовых мигрантов, совсем не приезжает сюда интегрироваться. Они приезжают сюда поработать, заработать деньги и уехать. Отхожий промысел. Да, отхожий промысел, как когда-то из деревни шли в города крестьяне. И никто не призывал в конце концов и тогда, и сейчас стать им равноправно полноценной частью общества в смысле перспективы. Да, но есть такие люди. А есть люди, которые приезжают сюда, ну, грубо говоря, жить долго и стать нормальными гражданами, не обязательно по паспорту, это, знаем, трудно, нашей страны. И поэтому тут надо различать. Если мы хотим всех одним скопом, по-моему, это бессмысленно. Права должны иметь все, независимо, приехал он на год или на всю оставшуюся. Но в этом процессе. Но при этом задача культурно их обустроить так и требовать от них там, я не знаю чего, идеального русского. Ведь многие едут без жен, без детей. То есть это значит, что якоря там остались. Ну да, это просто работники, что ждать интеграции. Ну да, не говорит он по-русски. Ну что же. Пусть он элементарно говорит по-русски с точки зрения работы и там общежития. Алексей, ведь та же ситуация, но более структурно, вот скажем, это нефтяная ведь ситуация, да, собственно, избыток вот этих нефтяных денег, то, что было в Эмиратах, то, что было в Бахрейне, они фактически на все вот эти вот специальности рабочие завезли людей из Филиппин, из Пакистана, из Индии. Все, что им строят эти башни километровые, вся обслуга, все уборщики. Они даже тоже по-арабски не говорят. Ну, не только, не только. Опять-таки, Англия, Франция, Германия, мы видим, что очень большой, очень большую долю людей, которые работают в сфере физического труда, на каких-то простых работах, это все-таки мигранты. То есть, там, где есть работа и не хватает своей рабочей силы, туда едут. Это вопрос достаточно очевидный, но я хотел бы согласиться с тем, что вы сказали, потому что действительно вопрос, насколько мы хотим, чтобы мигранты интегрировались, что значит интегрировались. Вот, например, в Англии долгое время, да и сейчас, была принята политика мультикультурализма. Часто неправильно это понимают. Это не значит, что всех надо любить, это значит, что разные этнические группы с разными этническими традициями по сути живут отдельно. Англичан им в голову не придет, что индус или пакистанец, который приезжает в Британию, он должен стать англичаном. Он не может стать англичаном, но он должен, конечно, соблюдать законы минимально говорить на английском языке. Есть другая политика, вот французская модель, когда каждый, кто приезжает во Францию, становится французом. Неважно, это не зависит от цвета кожи, неважно, откуда приехал, французский гражданин, значит, приехал во Францию, значит, и француз. Нам, наверное, надо определиться, что мы в итоге... Ну да, нужна ли вообще такая интеграция? Я лично больших проблем не вижу, что люди не... что они не интегрируются, но об этом еще поговорим. Тут дифференцированный подход, Сергей. Я вот хочу сказать, что тут не может быть всем скопом вся миграция, и трудовая, и полутрудовая, и учебная, скажем там, и более высокой квалификации, всю записывать в одно и то же. Понимаете? Есть правда часть людей, которым нужно просто создать условия, для того, чтобы они честно отработали и честно... Да, заработали свои деньги, А есть люди, которые приезжают семьями, которые дети, уже ходят в русские школы, российские школы, которые... Вот они-то уже в следующем или даже через одно поколение будут интегрироваться. Давайте еще раз послушаем наших слушателей 65, 10, 99 и 6. Опасны ли для России мигранты? Чувствуете вы личную опасность, исходящую от большого числа приезжих и гастарбайтеров в Москве? Максим. Добрый вечер. Добрый вечер. По поводу вашего вопроса, наверное, все-таки опасность у нас со стороны власти придержащая больше, чем от мигрантов, потому что от мигрантов проблем, мягко говоря, меньше создают. Но вот если, в принципе, взять ситуацию, где с миграцией вообще, по-моему, беда, вот, например, взять США, то есть наличие китайских кварталов, так называемых, чайно-таунов, у них же вообще это большая головная боль. То есть вот они... Я, честно говоря, не владею информацией, насколько они с этим борются и насколько успешно если даже борются. Ну, подождите, а почему бороться-то? А вы были в Америке? Вы были в чайно-таунах? Нет, в чайно-таунах я не был. Я просто знаю, что это, ну, целое социальное явление. Ну, это да, Максим, ну, просто вот я могу вам сказать, я жил в Нью-Йорке, научился, достаточно долгое время жил, никакая-то не проблема, это прекрасная часть многокультурного нью-йоркского ландшафта, туда люди на экскурсию ходят, есть специальные экскурсии по чайно-тауну. Да, там действительно, людей очень много говорит только по-китайски, и в том числе в нью-йоркском метро есть объявление на китайском, потому что люди по-английски не читают. Ну, это, понимаете, это великолепное вкрапление вот в этом многонациональном теле Нью-Йорка, там роскошные, дешевые едальни китайские, какие-то рынки, все эти сушеные кривики продаются. Хотя и мафия, наверное, есть тоже. Ну, и мафия своя, но она со своими же разбирается. Как и в других. То есть, понимаете, это никто как проблему вообще там не ставит. То есть, получается, ну, в принципе, как я, в общем-то, и сказал, что это целое социальное явление, которое вот из обычной миграции перерастло вот именно в стол. Да, но не проблема. Да, Максим, спасибо за звонок. Нина. Здравствуйте. Добрый вечер. А как если насчет того, чтобы завести китайцев, например, в Израиль? А при чем здесь Израиль? Мы о России говорим. А вы говорите о миграции. Как прекрасно с вами. Это страна вообще иммигрантов. У нас нет иммигрантов. Мы русские, мы живем здесь постоянно на этой земле. Почему нам заводят совершенно противопоставки никакого отношения к нам не имеющих людей? Почему не... Потому что эти люди совершенно из другого века, с другим образованием, с другим менталитетом и, кстати, очень важно, религиозные направления. Нет, нет, нет. Абсолютно вот с вами не согласен. Во-первых, это у нас не русское государство, позвольте вам сказать. У нас российское государство. У нас не православное, а у нас не религиозное, да, государство. Многоконфессиональная церковь отделена от государства. И вы знаете, мы жили в Советском Союзе, и Советский Союз был создан трудом и этническим вкладом абсолютно разных людей. И вы знаете, в том числе мы и отвечаем за тех людей, за Таджикистан, за Узбекистан, за все те республики, которые мы покорили уже больше 150 лет тому назад. Понимаете? И мы, в том числе, несем за них ответственность. Так что вы знаете, вот это вот русское государство, это вы его на русских маршах, пожалуйста, эту ретрую к себе оставьте. Нет, нет, Сергей, я бы возразил не так. Вернее, не возразил, а поговорил бы с Ниной. Потому что, Нин, чистых государств уже давно нет. Даже самых маленьких. Вот вы сказали про Израиль. Но ведь там филиппинцы ходят за... Филиппинки ходят за стариками. Это просто там социальное явление, как вот только что Максим нам говорил. И никто от этого не умирает. Они получают какие-то деньги и там блага эти люди. Они там оформлены и так далее. И в то же время старики обухожены. Потому что местных, видимо, усилий не хватает. И вообще частный уход лучше, чем, так сказать, Сабесовский. Понимаете? Так и у нас. Но не можем мы, оставаясь жить в общем, большом мире, не закрываясь никаким железным занавесом по границе Московской области или там Центрального Черноземья. И одновременно, так сказать, не иметь возможности, вот чтобы люди к нам приезжали или чтобы мы ехали. Ведь представьте себе, многие наши едут работать, причем иногда тоже не в легких условиях. А может, Нина и против. Может, я думаю, Нина и поддерживает. Может, сейчас закон я побегу. Чтобы замкнемся и будем жить в такой изоляции. Ну нет уже, эта жизнь уже теперь по-другому устроена. Ну просто это так вот теперь новая жизнь. Вы знаете, я бы... Вот на самом деле хорошо, что Нина нам позвонила. Ну, голос, да. Потому что, знаете, если люди воспринимают голос пучей. Проблему как имеющуюся, эта проблема существует. И у нас, как Нина, считает очень большое количество людей в нашей стране, очень большая доля людей. Если мы посмотрим на данный опрос, то действительно люди достаточно негативно относятся к мигрантам, к приезжим. Правда, там есть различие, каким именно мигрантам. Там вот по поводу украинцев обычно нет возражения, если говорить о мигрантов из Средней Азии, из Кавказа. Возражение этих. Ну, это, конечно, социальная проблема. То есть мы можем здесь сидеть в студии и говорить, что не так их и много, и нам без них не обойтись. И вообще говоря, права человека важно защищать. Даже если это человек из Средней Азии, мы несем за них ответственность. Но очень многие у нас, жители страны, так не думают. И вот с этим надо тоже что-то делать, наверное, или не делать. Ну да, с этим рессентиментом, собственно, мы имеем все эти этнические столкновения, ну, и к Антопогу, и были все-таки случаи погромов общежитий, естественно, там и спровоцированные были, и в связи с наркоторговлей. А вот, кстати... Да есть и обратное явление. Да, есть, конечно, этническая преступность. Если мы вернемся к той же Америке, против Chinatown, то никто не возражает. И против, допустим, индусов. А вот с мексиканцами, допустим, мексиканской эмиграцией, где гораздо менее образованные, чем китайцы, люди ехат гораздо хуже, они учатся. Часто есть проблемы внутренних городов, есть проблемы гетто, в которые они встраивают свою экономику. Конечно, проблемы в Соединенных Штатах есть. Но это проблемы, существующие в жизни. Понимаете, это не просто взял, закрыл форточку, и замкнулся, и сидишь себе 5-10-20 лет век вообще без свежего воздуха. Ну, невозможно. Ну да, к вопросу о том, да, кстати, что они в какой-то степени являются неким свежим воздухом, поговорим еще чуть позже после перерыва, а пока еще раз послушаем наши звонки. 65-10-99-6. Опасны ли для России мигранты? Александр. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хочу высказаться по поводу наших российских мигрантов, которые ребятки приезжают с Дагестана, с Осетии, ну и вообще с Кавказа. Ведь вы знаете, вот с моей точки зрения все это убожество наших правителей. Значит, вместо того, чтобы проводить Олимпиаду в Сочи, значит, надо было в каждом дагестанском селе построить нормальный спортивный зал, и вы вспомните нашу Олимпиаду, да, когда первые медали завоевали кто? Борцы, да. Борцы, да. Борцы откуда, извините? Ну, весь Кавказ, это они же батыр. Да, весь Кавказ. Это все нормальные ребята, это все прекрасные ребята, они все бойцы. Постройте им там спортзалы, наймите им там тренеров, наших, иностранных, каких угодно. Они будут Россию вытаскивать из того дерьма, в котором она сейчас сидит. Вот. Спасибо, да. Александр, хорошее мнение. Действительно, ну а зачем, с другой стороны, с точки зрения власти, когда можно те же деньги устроить и стратить на, вот то, что я говорил, 25-ю в году перекладку плитки на одном и том же московском тротуаре, и на нет неких рабов, которые будут за... Ну спортзал-то есть, спортзал-то есть в Дагестане, я думаю, спортзалами нет проблем. Там другого многого нет, экономика, конечно, очень развитая. Да, инфраструктура, создание рабочих мест в Дагестане, я думаю, было бы... Немножко сложнее решить, чем просто там... Одними залами не обойдешься, Алексей, конечно. Нет, ну не залами, но вообще инфраструктура, развитие инфраструктуры в Дагестане, создание рабочих мест, строительство дорог там же и так далее. Это, конечно, тяжелейшие проблемы многолетние. Кстати, не надо забывать, вот это, конечно, никакое явление такого масштаба. Например, в кирпичных заводах Дагестана работали очень часто русские, ну русскоязычные из центральной России рабы. Из-за армии, армейские офицеры туда их сплавляли, или бомжи какие-то бежали. Это, конечно... Камышовый рай, да? Да, да, это, конечно, не сравнимо с масштабами с миллионы, но я просто хочу объяснить, этим показать, что вообще проблема вот этого взаимопроникновения друг к другу очень тяжелая в современном мире, понимаете? Ее нужно, правда, распутывать эти узелочки потихоньку и аккуратнее, а не решать, так сказать, большими батальонами, как говорили. Согласен, согласен. Алексей на линии. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я... Давайте-ка... Я не буду выводы делать свои не настолько образованно, а покажу просто несколько примеров из своей жизни, из своего опыта и из того, что я вижу кругом вокруг себя. Да. У меня родственница жены работала дворником в Подмосковье, Щелково. Она работала, она пенсионерная. Но здоровья у нее много, женщина такая бодрая, мощная. Вот. Ее увольняют. Вы знаете, когда что ей говорят? Да. Когда она говорит, а почему меня увольняет? А ей говорят, ну, давай половину зарплаты отстегивай, и мы тебя не уволим. То есть на ее место взяли троих таджиков. На ее одно место. Платят на тройную зарплату, соответственно, просто берут и грибут с них деньги. Это первый вопрос, называется, кому выгодно. Да, да. Это первый вопрос. Второй вопрос, по поводу того, что устроится дворником сейчас, достаточно трудно. А, выдвигают требования знания на сторону языка, сколько русских таджиков, двух языков. Это первое. Как таджикские условия? Нет, это у нас условия приема на работу дворников в Москве. Знание двух языков. Русский таджикский. Вы знаете, это только тем, кто таджики. Таджиков, таджиков, да, да. Понятно, да. Спустя, ну, допустим, достаточное количество лет, уже когда они сюда заехали, у них начинает уже образовываться, знаете, этническая организация. Реально, то есть, их туда просто не берут по этническому принципу. Ну, да. Не прорвешься ни сантехником, ни электриком, ни дворником. Я вас уверяю. Да, вы знаете, я тоже наблюдаю некую такую этническую специализацию определенных. Ну, мне кажется, это все имеет отношение как раз вот к этим вот то, что вот Юрий сказал, вот это вот, или нет, пардон, Алексей, к коррупционным схемам. То, что отстегивают начальнику там 80% своей зарплаты и готов работать за 20%, чтобы хоть что-то посылать домой. Давайте так, то, что мы здесь говорим, что миграция необходима, неизбежна, не значит, что совершенно ничего нужно контролировать и не значит, что не нужно бороться вот с этой действительно мелкой коррупцией, которая происходит на этом уровне. Но это опять-таки вопрос к эффективности государственной антикоррупции. Ну, да, все мы как бы сталкиваемся с одним и тем же вопросом к работающему государству, к эффективности государства. Вы знаете, я бы хотел добавить, конечно, спрос с власти или с начальников разного уровня в первую очередь. Но все-таки это еще и какая-то наша собственная внутренняя культура, уже постоянно живущих, скажем так, людей. Мы, понимаете, готовы грести любую незаконную деньгу, обвинять других в том, что они, так сказать, этнические стаи сбиваются. Пользуются всем. А сами увидеть эту элементарную связь одного с другим... Нет, это очевидно. Я думаю, все мы сталкивались. 65, 10, 99, 6. Звоните нам и скажите, опасны ли для России мигранты. Знаю, что сейчас много звонков, люди ждут на линии. После перерыва ответим на ваши звонки. Добрый вечер. Это «Археология». Снова мы, Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Алексей Бессуднов, доцент факультета социологии Высшей школы экономики и Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Говорим мы о мигрантах. Вы знаете, вот я какой хочу в третьей части нашей передачи вопрос поставить, а почему мы все время говорим, что вот это опасно, угроза какая-то? Вот я лично, ну, я постоянно сталкиваюсь с этими жалобами. Вот, в школе много слишком, так сказать, вот такие вот почти расистские заявления, о которых мы еще поговорим. Но я с точки зрения позитива, я вижу какое-то появление очень большого количества новых лиц. Я вижу, что они очень удачно, очень часто вписаны в нашу жизнь. Вы знаете, что я обнаружил? Большое количество, вот я сам велосипедист, всегда приветствую всякое появление велосипедных людей на улицах Москвы. У нас, по-моему, сейчас основные велосипедисты в Москве не хипстеры, вот, и не велогонщики, которых вообще единица. А основные, это вот этот, так сказать, гастарбайтеры, которые работают в дворах, они все ездят на велосипедах, даже сейчас зимой. То есть русским это не, так сказать, вот традиционным, да, славянам не приходит в голову западло сесть на велосипедах. Нет, уже не так нужно. а они все прекрасно, вот эти какие-то камы откуда-то достали, вот эти вот маленькие велосипедики, они ездят на велосипедах, буквально я уже вижу тысячи людей, ездящих на велосипедах. Так вот, может быть, это какая-то свежая струя, которая приходит в наш город? Да, исторических и современных, я только хочу сказать одну штуку. Вы знаете, преимущество, это долгодействующий фактор, преимущество от миграции, будь это там какая-нибудь немецкая миграция, там, 17 века в Россию, из нищих Германий, там, или там еще другие факторы, и даже современные, когда мы почувствуем преимущество от этого смешения культур, генов, и так далее, и так далее. А отрицательные факторы, они вот короткодействующие, они вот сегодня, там, насилие во дворе, или вот недопущение в какие-то замкнутые сообщества, захватившие определенный кусочек рынка, и так далее, и так далее, понимаете? И вот это очень трудно людям, которые живут одним днем, которые вот не могут немножко взглянуть на вещи, не потому, что надо отрицать недостатки или вот негативные стороны, вот, это очень трудно, это связано еще с общей нашей культурой. А много ли их действительно, вот, Алексей, я хочу спросить, много ли их действительно этих недостатков? Вот я, например, но я не знаю, даже в своей жизни, там, последнего вот этого вот года, да, то, что я говорю, год мигрантов, ну, так или иначе, там, в дачной моей жизни, в квартире, в городской, вот, у нас там, в ТСЖ оформлено, ну, я предполагаю, что все легально, люди работают, господи, настолько вообще помогающие люди, я не знаю, все тут же готовы помочь, в любое время дня и ночи что-то приедешь, привез, за любую работу готовы, там, я ему, и одежду какую-то даю, я всегда там, и помимо денег, там, и еду какую-то, там, даем невероятно, какое-то появилось сословие, очень на все способных, на все готовых, благодарных людей, вот такого, знаете, хочу сказать, такой голос среднего класса, да, у меня они никакую работу не отняли, они просто делают интересным, живым мой город, в котором мы живем. Вы знаете, я думаю, что у нас большинство людей, которые не очень хорошо относятся к мигрантам, часто думают о том, что мигранты нам значительно повышают уровень преступности, я думаю, что вот в основе ксенофобии, это и во многом лежит просто боязнь за собственную безопасность. Какая статистика по этой части? Очень лукавая, очень лукавая, это очень сложно посчитать, потому что есть статистика МВД по преступлениям, которые совершили, выходцы из стран, из других стран, из стран СНГ, и она не меняется, это 3-4% от общего числа преступлений, всего 3-4% от общего числа преступлений, которые раскрываются, естественно, потому что она не раскрыта, неизвестно, кто его совершил, и в этом одна из лукавостей этой статистики, но потом же люди не делают различия между международной миграцией и внутрироссийской миграцией, и вот та преступность, которую совершают у нас выходцы с Северного Кавказа. Мы не знаем, много они совершают преступлений или мало в сравнении с русскими, потому что это очень сложно оценить. Есть и другой факт, опять же, психологический. Понимаете, вот когда муж по паспорту, может, уже не по любви, бьет и насилует в своей семье, это готовы простить, а чужой мужик, даже если он только, так сказать, намеревается что-то негативное тебе сделать, это сразу, конечно, ужас и кошмар. Вот у нас в генах где-то, в наших культурных генах и биологических записано вот это вот, понимаете, все чужое, хоть немножечко нам не похоже, враждебным кажется, и преувеличиваем мы, естественно, от этого угрозу. А свое, прощай, многое. И это в людях сидит, понимаете. эта ксенофобия, она прописана в любом социуме. Да-да, она, естественно, научного происхождения, а не только вот... Биологического. Абсолютно. Да-да. Дарвиновского. Это не только у нас, потому что я вот жил одно время в Англии, и сколько по BBC показывали передачи о том, что не конкурируют мигранты с местными англичанами на рынке труда, либо очень... Такие англичане остались без работы, которые работать не могут, либо они хотят другую работу. И сколько показывали передач, связанных с тем, что нагрузка на социальную сферу, это другой, возможно, недостаток поликлиники, школы, соответственно, дети мигрантов и сами мигранты идут туда, что это нагрузка, где если повышается, то мигранты все-таки платят налоги в Англии и компенсируют эту нагрузку. И все равно отношение было негативным у многих людей, негативные отношения росло, и сейчас мы видим правительство консерваторов очень сильно ожесточило. Ну да, все-все те же проблемы. Немножко в более цивилизованном виде эта дискуссия идет, чем у нас, я бы сказал, но по сути-то она одна и так. Да. Но у нас ситуация другая. Ведь мы, понимаете, мы хотим, чтобы по-черному им платить, чтобы они не платили налоги, мы, работодатели тоже наши, не будут им плавать налоги, давать им взносы в страховой, там, фонд медицинское страхование, а одновременно те же самые люди или близкие их соседи кричат, вот видите, они заняли наши места в поликлиниках, школах, там, трамваи. Ну да, ответственность здесь со всех сторон. Мы, грубо говоря, крадем у себя же, причем, эти деньги из бюджета. А другой кричим, держим воры. А другой кричим, понимаете? Ну ведь какой-то не может быть шизофрении такой, все-таки нужно же как-то... К сожалению, у нас шизофренических областей сознания очень много. 65, 10, 99, 6. Опасны ли для России эмигранты? Юрий. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, гости. Маленькая жмарочка, японцам мигранты не нужны. Я слышал недавно, у них вообще нет мигрантов. Меньше 1%, да. Такая плотость изделения, что там некому уже. Да-да. Поддержу тоже того, что страшнее наших правителей нынешних, я что-то, я не припомню, более бездарного правления, чем... Мне 65. Вот я маленькая хотел зарисовочка. Пару лет назад у нас ремонт косметический в подъезде. На второй день работы пришел тут же какой-то, ну, мне ребята, которые о узбеке рассказывают, какой-то капитан, ну, это понятно, участковый, который годами не приходил, которого никто не знает. И полковник, вот это я приметы спрашивал, но так и не выяснил. Мне хотелось, какой же это старший офицер, полковник, представляете, пришел, не посетнялся, 500 рублей с них. На второй же день, то есть на колочка, представляете, там у них все как-то завязано. Ну, понятно, да. Я даже пришел к моей жене, меня не было, узбек уже, никогда такого не было, водопроводчик, кран поменять. 20 тысяч, я его разговаривал, 20 тысяч получает, хотя я многих бы нашел бы на, самое, сутки, двое, двое суток работает, двое отдыхает, я бы все равно и на этом мог бы найти. Понятно. Понимаете? То есть уже туда не устроюсь, плохо говорит по-русски, половина говорит по-русски. Но работу-то нормально сделал водопроводчик, как водопроводчик? Мне ему пришлось, я сам с руками, я филигранчик, я электромонтер шестого, в общем, мне ему пришлось подсказывать, инструмент доставать, то есть, ну, главное, это отстежка, ну, коррупции в обмен на... Мысль, 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 мысль понятна, Юрий, да, спасибо. Ну да, собственно, то, о чем мы и говорим. 65, 10, 99, 6. Юрий. Алло, Юрий, вы в эфире. Да, алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я вот хотел бы еще поднять такой момент, такую тему. У нас в обществе, вот я живу, например, в Москве, у нас вот в Москве, в городе, люди очень мало знают о жизни мигрантов, каково им здесь приходится жить. Да. Потому что они сюда приезжают за красивой жизнью, и мигрантам кажется, что они здесь заработают много денег, а попадают они в такие адские условия, что эти условия вынуждают их идти на преступления. И недаром статистика МВД замалчивается, потому что я вот глубоко уверен, очень глубоко уверен, что 70% преступлений сейчас совершается эммигрантами из-за хреновой, мягко сказать, жизни. Не, ну понятно же, что жизнь не сахар, но откуда у вас такая статистика-то 70%, вот у вас какая-то альтернативная есть? Да, нет, это я так говорю, как бы по своим собственным ощущениям, по своим психологическим ощущениям, это субъективное мое мнение. Понятно, понятно, спасибо. Ну, вы знаете, вот мне хотелось бы на основе последних этих разговоров сказать вроде бы простую вещь, она сейчас может сказать, что это демагогия общая слова. Все-таки, какой, мне кажется, вот мы все время говорили, последние годы и наш президентский совет там и так далее, что нету стройной миграционной политики в стране. Вот все-таки какие-то должны быть вещи. Вот мне кажется, что регулирование потока трудовых мигрантов необходимо. Это не может быть стихией. И то, что было связано с этим безвизовым приездом к нам из бывших республик Союза и так далее, рано или поздно это придется более нормализовать. Вот это, собственно, ту тему, которую, да, я хотел поднять. А что делать сейчас? Одновременно, может быть, даже ужесточая, я не либеральные слова буду говорить сейчас, ужесточая въезд в страну, одновременно, в первую очередь, нужно поднять уровень равенства этих людей с нами. Понимаете? Если мы будем только делать одно или полностью, так сказать, либерализовать здесь, и тогда, правда, будет очень трудно, люди будут еще больше, но ужесточив и не приравняв этих людей, понимаете, мы добьемся только отсутствия всех преимуществ и только накопления. Вот я, да, хочу последнюю тему поднять сегодняшнего эфира, это какие, собственно, институциональные шаги мы должны предпринять, потому что были достаточно такие интересные, инновационные предложения в последнем послании Путина, что давайте мы для начала дадим гражданство всем, кто, так сказать, может во втором поколении доказать свое происхождение от советского гражданства. Это как-то вписывается в контекст этой проблемы? Мне кажется, это боковая ветвь совсем. Это другое? Совсем не просто. Нет, ну потому что тут же скажут вот эти вот, я не знаю, поборники России для русских, что это наша земля, это наша страна, что сейчас все совершенно докажут свое происхождение от советских родителей, и мы получим там десятки миллионов приезжих. Я думаю, что президент или те, кто ему подсказывал эту идею, имели в виду все-таки так называемых соотечественников. Просто сказать прямо это было не очень удобно, но формула была как бы такая. Давайте мы вот это безобразие, которое, правда, соотечественниками много лет продолжается, которых тоже тут не ждут, как и гастарбайтеров, так сказать, иного происхождения. Вот я думаю, что это имелось в виду в первую очередь. Я согласен. Алексей, да. Я согласен с этим. Ну, часто говорят о том, что нужно ввести визы с, по крайней мере, частью стран СНГ. Но я вот думаю, что это может быть полка в двух концах. Даже если мы хотим контролировать более четко миграционный поток, потому что есть у нас пример США и Мексики, где США ужесточили миграционную политику в 70-е, в 80-е годы. И что происходило до этого, когда мексиканский рабочий ездил туда-сюда, он поработает в Соединенных Штатах, вернется домой. Ну, это маятниковая миграция. А теперь ему нужно один раз не заплатить, чтобы нелегально перейти границу. И США, несмотря на все ресурсы, не могут защищать эту границу таким образом, что у этих нелегальных переходов не было. И он нелегально переходит, нелегально остается США. У нас сейчас нет нелегально, или мало, по крайней мере, нелегально пребывающих граждан Святой России, граждан Узбекистана и Таташкистана. Въезд без визы совершенно легальный. Больше 90 дней нельзя оставаться, но въехать можно легально. То есть они выезжают. Если мы закроем границу, у нас гигантская граница с Казахстаном, представьте себе, начнутся нелегальные переходы, люди перестанут уезжать домой, как бы не было в этом плане хуже, во-первых. Во-вторых, это же какое колоссальное количество виз нам нужно выдавать, готовы ли российские посольства в этих странах это делать. А вот тоже сейчас говорят, что им не въезжать по своим национальным паспортам, по загранпаспортам надо въезжать. Это все-таки в каком-то смысле ближе к той тонкой настройке в этой сфере, которая необходима. Понимаете, нельзя придумать сразу решение вот такое грубое или все, как говорится, открыть двери или, наверное, закрыть все двери и даже все форточки заклопнуть. Конечно, тут нужна тонкая настройка в зависимости от, может быть, с каждым государством по отдельности. Понимаете? Вот. И хотя мы несем ответственность, вы правы, историческую и современную, я считаю, потому что во многом поддержка одиозных режимов, в первую очередь, центрально-азиатских привела именно к тому, что оттуда люди бегут и в первую очередь к нам. И экономическая эмиграция, и политическая, хотя она, конечно, гораздо меньше и так далее. Но вот эта настройка должна сейчас быть. А мы не можем закрыть все полностью, не только из гуманитарных, но и из практических. Даже из практических? Да. То есть, если сейчас взять и, так сказать, по нулям все, что бизнес, вот как, скажем, отреагирует бизнес? Ну, бизнес начнет, понятно, крутиться, вот, но одновременно мы должны прижать собственный вот этот серый и черный бизнес и наживающихся на них должностных лиц. Понимаете? Потому что если мы начнем прижимать только мигрантов, а не будем тех, кто создает проблемы, кто выгоняет их на улицу, кто их содержит в таких условиях, то тогда это не решит проблемы. Это только нас еще больше будет в это беречье колесо запутывать. Я совершенно с этим согласен, потому что у нас сейчас в общественном пространстве, по сути, существуют две точки зрения. Либо у нас Россия для русских, закроем границу, никаких узбеков, либо у нас дружба народов, вспомним советские традиции интернационализма, полный либерализм. Мы можем немножечко все-таки занять и более промежуточную позицию, что действительно нужно контролировать миграционную политику. Везде ее контролируют, но тем не менее. Ну да, и как-то к этому идти. Как-то более гибко и, наверное, согласен. ФМС более или менее все-таки придерживается некой разумной середины в этом. Я с этим согласен. Ну что ж, как выясняется, что в результате все равно, как говорил Даренко, казалось бы, при чем здесь Лужкова, казалось бы, при чем здесь государство. Но действительно, проблема не в том, что они едут к нам, а проблема в том, что у нас абсолютно коррумпированные внутренние системы, которые, так сказать, выгоден, вот этот вот приток дешевой рабской фактически рабочей силы. И за счет этого возникают все демографические проблемы. Ну что ж, программа «Археология». В гостях у нас... В гостях у нас были Валентин Гефтер и Алексей Бессуднов. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Валентин Гефтер